Добрый день! Рада вас приветствовать в пресс-центре московского комсомольца. Сегодня с вами я, корреспондент МК Екатерина Степанова. И мы поговорим об осенней рыбалке, обсудим все подробности, как ловить, и, может быть, даже узнаем самые ценные и секретные лайфхаки. Для того, чтобы рассказать нам о рыбалке, сегодня у нас в гостях чемпион мира по ловле рыбы, рыбы-спеннингист Константин Кузьмин. Константин, спасибо, что пришли. Здравствуйте! Я сегодня рыбу ловил, но такое предложение поступило, от которого сложно было отказаться, поэтому сегодня я здесь. Это очень приятно. Надеюсь, мы вас не сильно отвлекли от вашей важнейшей профессии. Один денёчек можно потерпеть. Когда я не ловлю три дня подряд, я становлюсь злым и агрессивным. Что ж, хорошо, что наш эфир будет длиться всего лишь час, и мы все здесь в безопасности. Хорошо, что я в этом месте. Я же когда-то работал в системе московского комсомольца, так что здание мне знакомое, но только не было тогда прямых или каких-то ещё эфиров. Давайте начнём с такой более серьёзной темы, прежде чем перейти уже к нашему самому приятному обсуждению рыбалки. Какие законодательные акты были приняты в 2023 году? Что-то в правилах рыбалки изменилось? Может быть, что-то добавилось? Если честно, то я не сильно слежу за этими всеми изменениями правил. Конечно, они есть, и в каждом конкретном регионе что-то своё. Но то, что было наиболее заметно за последние лет 15, это в своё время был серьёзно поставлен вопрос о введении платной рыбалки. Против этого были народные массы, возмущались, были демонстрации, и в конце концов вопрос отложили. Но я при этом был против течения основной массы нашего рыболовного народонаселения, я выступал за платную рыбалку. Почему? Потому что бесплатная рыбалка, она развязывает руки и таким людям, которые не очень добросовестно относятся к окружающей нас среде, к природе, к живым объектам. И как следствие, в России страна у нас большая, но с рыбой в житых районах у нас несколько хуже, чем за границей, где есть платная рыбалка, причём она иногда очень разумно платная. Например, такая страна, как Кипр, маленькая страна, но в общем-то греки, по менталитету, они где-то достаточно близкие с нами. Так вот, там 34 доллара стоит лицензия на годовую рыбалку. То есть за 34 доллара вы можете ловить рыбу во всех водоёмах, которые разрешены, в принципе, к рыбалке. Это 34 евро. Это очень небольшая сумма, и самое главное, что эти деньги идут реально целевым образом на поддержку рыбного поголовья в этих водоёмах. Если бы такое можно было организовать у нас, то это было бы в плюс. Но у нас народ боится двух вещей. Во-первых, то, что деньги пойдут в общую копилку бюджета и растворятся там, и банальные коррупции, которые существуют, там деньги будут разворованы. Но всё равно всё-таки вот на том же Кипре там ловить интереснее, чем в наших водоёмах. Я при этом патриот своей страны, я здесь всё время пропагандирую принцип «поймал, отпустил». Но при прочих равных платная рыбалка, она имеет свои преимущества. К тому же в советские времена там фактически у нас тоже была платная рыбалка. Например, для того, чтобы половить на бисером озере, есть такое озеро недалеко от Москвы, требовалось купить путёвку за 1 рубль. 1 рубль в советские времена – это была достаточно серьёзная сумма. Ну это как сейчас тысяча. Ну, грубо говоря, примерно так же. Были водоёмы там поменьше немножко, водохранилища там то ли 30, то ли 50 копеек, но, по крайней мере, за рыбалку на некоторых водоёмах надо было платить. Потом это всё отменили, и сейчас появились платные водоёмы, но это другая тема. Но это обычно частные хозяйства. Это частные хозяйства, то есть берутся в аренду какие-то площади водоёмов, там какие-то пруды сооружаются заново. Это тоже очень популярно, но это не касается вот этого вопроса платной рыбалки вообще. То есть так как в Европе, в некоторых странах, и на Кипре, на том же самом, мной упомянутом, там для того, чтобы ловить рыбу, нужно иметь, грубо говоря, лицензию. То есть получается отличие такой тотально платной от бесплатной рыбалки, это то, что у тебя будет разрешение, которое может любой сотрудник полномочных органов у тебя проверить и сказать, либо ты стоишь дальше вот на своём бережку, либо ты с него уходишь. Именно так. На том же Кипре к вам подъезжает полицейская машина, выходит очень корректно ведущий себя при смен, проверяет у вас лицензию, желает всего доброго и едет дальше. Если вас вдруг застанут без лицензии, то последствия будут достаточно какие-то жёсткие. И так во всей Европе. В Германии для того, чтобы иметь возможность ловить рыбу, нужно сдавать экзамен по типу, как мы сдаём на права на автомобиль. С другой стороны, приезжаешь, например, в Испанию, где я часто ловил баса и не только баса, там, если ты рыбачишь с гидом, то лицензии не нужны. То есть как бы вот когда… У тебя есть обученный человек рядом. Есть человек, который тебя контролирует, который следит за тем, чтобы ты делал всё правильно. Но как бы у нас не принято сейчас хвалить то, что существует в Европе. Но на самом деле у них есть некоторые вещи, которые нам не помешали бы. Ну, кстати, вот по поводу правил. Вы сказали про ответственные отношения и вот правила, которые бы нам не помешали. Ведь существует у нас история про то, что можно ловить рыбу только определённого размера. То есть есть минимальный размер рыбки, который ты, по идее, по закону можешь поймать. Вот какой этот минимальный размер и от чего он отталкивается? Ну, минимальный размер определяется ихтеологами для каждого региона отдельно. Там для кого-то может быть щука 35 см, для кого-то 50 см, в зависимости от региона. На самом деле это правило у нас пытаются соблюдать. Например, была такая история под городом Самарой. Там дедушки из окрестных деревень выплывали на резиновой лодочке где-то в район Фарватера и на отвесную такую вот снасть ловили судачков прозрачных. Там десяток судачков поймают по 200 грамм и довольны. Но потом их начал шерстить инспектор, выписывать им штрафы такие, которые сопоставимы были с пенсией этого дедушки, и они перестали это делать. То есть, в принципе, если соблюдать все эти нормы по факту, то есть по размеру рыбы, то это эффективно работает. С другой стороны, допустим, в Штатах там есть другая система. Там есть oversize and undersize, то есть размер ограничивается и сверху, и снизу. То есть нельзя ловить, по принципу поймал-забрал мелкую рыбу, нельзя ловить крупную, только среднюю. Потому что крупная – это серьёзный производитель, а мелкая, но ей ещё жить и жить. А как это вообще регулируется? Ну, допустим, я вот живу в Подмосковье, и у нас есть прекрасная речка Клязьма, где постоянно стоят рыболовы. Это понятно, что это люди, которые вряд ли зарабатывают на этом деньги, или серьёзную часть бюджета на продукты обеспечивают этой рыбой. Но, тем не менее, их как будто бы никто не регулирует, потому что вряд ли где-то в Подмосковье, в Клязьме можно наловить большую рыбу, которая будет больше этого минимального размера. Нет, на самом деле, больше минимального размера – это сколько угодно. Это можно ловить и на Клязьме. Нет, я о том, что… Как их контролируют? Кто их… Контролируют, во-первых, существует так называемый режим нерестового запрета. Это два месяца, и сейчас даже стали делать не два месяца, а два месяца плюс 10 дней с апреля по июнь. И в этот период проводятся рейды, в том числе с ОМОНом. С ОМОНом там всё жёстко, там сначала, что называется, лицом в песок, а там дальше разберёмся, что ты как делаешь. Ну, это, наверное, для таких рыбаков, которые действительно на этом зарабатывают. А вот простые ребята, для которых это хобби. На самом деле, если человек соблюдает правила, то к нему никаких претензий не будет. Но вот если не соблюдают по размеру, по количеству, по разрешённым, запрещённым снастям… Кстати, разрешённые снасти, они очень варьируют от региона к региону. Тот же самый весенний запрет в Подмосковье, он исключает ловлю на подоёмах, кроме платников, допустим, спиннингом. В соседних областях сберегу ловить разрешено. Так что вот где-то есть запрет такой, где-то его нет. Насчёт контроля, ну, всё время плачутся, что инспектор один там большой регион, но, опять же, ему иногда в подмогу уделяют сотрудников органов внутренних дел. И совместные рейды, они… Ну, в данном случае здесь бывает иногда такая вот ситуация, что угроза страшнее воплощения. То есть, допустим, есть такой курьяновский слив на Москве, реке там напротив Коломенского, где сливается тёплая вода из системы очистки. Там вот именно весной, да не только весной, там огромное количество рыбы собирается, и, соответственно, рыболовы, и в том числе те, которые заведомо браконьеры, которые багрением занимаются, но и спиннингисты, которым тоже в это время ловить нельзя. Приезжает инспектор, всех их обелечивает. Соответственно, это становится известным потом благодаря средствам массовой информации всем и каждому, и лишний раз человек подумает, а стоит ли ему нарушать. Угроза страшнее воплощения, так это говорят. — Если брать наш регион, вот в какие времена года запрет на что? Может быть, давайте ещё подробнее. — Ну, запрет вот этот так называемый двухмесячник, хотя он стал сейчас более чем двухмесячником, раньше было как с 10 апреля по 10 июня. Более того, в некоторые годы, там раньше, там лет 20 назад, если, допустим, нерест проходил, начинался позже и заканчивался раньше, то это было… — Но это из-за погодных условий, так? — Это из-за погодных условий, но рыба нерестится примерно в одни сроки, но плюс-минус всё зависит от того, какая конкретно погода стоит вот данной весной. Вот это самый серьёзный период ограничений. На все остальные сезоны ограничений таких, как таковых, нет. Поэтому там ловят всю рыбу, которую можно ловить разрешёнными снастями. У нас, благо, тут лососевых рыб особо нет в Подмосковье, ну, кроме там одной речки, где есть Хариус. Мы не будем её называть, кто знает, тот знает. Вот. И, пожалуйста, вот, допустим, сейчас, в ноябре месяце, лови сколько угодно, там можно спиннингом, можно удочкой, чем разрешено ловить, тем лови, и, в принципе, рыба ловится. — Какие рыбы вообще водятся в нашем регионе? Макро-регион, я беру Москву и область. — Ну, здесь, я думаю, из полсотни видов рыб наберётся. — Ну, из того, что интересно для рыбака. — Ну, я преследую свои шкурные интересы, я спиннингист, я ловлю хищника. Рыба номер один — это, конечно, щука, на втором месте судак, окунь, ну, дальше там понисходящий головль, жерих, ясь, берш или бёрш, как его называют. Вот с бершом интересная ситуация была. Эта рыба похожа на судака, но несколько меньше, немножко отличается. И в своё время Леонид Павлович Сабанеев, классик рыболовной литературы, там лет сто с лишним назад написал, что в московской губернии берш рыба редкая. И когда составляли Красную книгу Московской области уже где-то в 60-е, 70-е годы, то человек, который включал или не включал те или иные виды, он воспользовался вот этой формулировкой Леонида Павловича Сабанеева 100-летней давности. А на самом деле, это маленькие судаки? На самом деле нет. Это самостоятельный вид, но сейчас берша поймать на Москве реке легче, чем судака. И это было уже достаточно давно, уже лет 10, как вот такая ситуация. То есть берша стало больше, он пищевой конкурент судака. Но до последнего времени он был в Красной книге, и инспектор мог оштрафовать человека, который поймал и забрал берша. Сейчас, я правда на 100% не уверен, но проходила информация, что года 4 назад все-таки его вывели из Красной книги. Но при этом, в общем-то, его ловить, как ловили, так и ловили, собственно. И сейчас ловит берша такая интересная рыба по-своему. Другое дело, что он мелкий, там редко бывает килограмм, обычно там 200-300 грамм, но по-своему интересная рыбалка. Какие водоемы в черте города и в Подмосковье вы бы назвали самыми интересными для рыбалки? Ну, самые интересные водоемы я светить не буду, потому что там, где ловлю я, я стараюсь, чтобы не было такого стопотворения. Но вообще я ловлю на Москве реки в городе. Сейчас ситуация такая, что зимний спиннинг будет скоро открыт, сейчас у нас похолодает. Москва-река в черте города, ну, в частности, ниже Курьяновского сброса воды тёплой, она остаётся открытой, будет под Кремлём открытая вода, если не будет сильных морозов. То есть мой основной водоём – это Москва-река в городе или чуть-чуть ниже, но чаще в городе, потому что я начинал ловить, допустим, есть такой населённый пункт Фаустовой, километрах, наверное, 70 ниже. Вот, ну, сейчас я просто обленился, если клюёт в городе, я ловлю в городе. А в городе клюёт у меня самый большой судак, где-то на 6 килограмм, пойманный прямо под Кремлём. Года 4 назад. Сом попадается в том числе. Но ведь так много сообщений о том, как выглядит Яуза, как выглядит Москва-река, вот эти всё время какие-то нефтяные пятна, мор рыбы и так далее. Тем не менее, вся полна… Вот это проблема. Это проблема. Я сам это видел своими глазами. Например, в этом году, летом, Яузу, вот нижнюю часть которой перед падением Москва-реку, было сложно узнать, потому что там шла такая-то, какая-то плёнка нефтяная такая, как толстый-толстый слой шоколада. И это было постоянно. Там какая-то стройка, там чего-то сбрасывали. Ясное дело, что это властям было известно. Но я не слышал ничего о том, чтобы кого-то за это дело покарали. В принципе, вот эти все случаи, они происходят регулярно, но карательная система работает почти по-нулевому. Но единственный был такой прецедент. Лет пять назад в речку Пахру, которая очень популярна у московских рыболовов, слили какую-то химию, и тот редкий случай, когда нашли и наказали. Это был какой-то коттеджный посёлок, их поставили на счётчик 5 миллионов рублей. Это для коттеджного посёлка небольшие деньги, но в целом сумма такая серьёзная. И плюс ещё зарыбить участок, на котором погибла рыба. И в итоге популяция рыбов восстановилась, и всё сейчас стало хорошо. И этот случай является прецедентом. Значит, в принципе, поймать за руку и наказать можно. Но несмотря на всё это, в наших городских реках всё равно остаётся большое количество рыб, раз вы даже ловите её. Когда ко мне подходят просто гуляющие туристы, особенно из других регионов, которые приезжают в Москву посмотреть на Кремль, на всё остальное, они с удивлением спрашивают, а что, здесь рыба есть? Я в таком случае имею стандартно заготовленный ответ. Вот мы живём в грязном городе, мы привыкли. То есть Москва-река тоже грязная река. Ну, грязный город, он, конечно, так условно, но, по крайней мере, в Москве в городе жить... По сравнению с лесом. По сравнению, да. Всё-всё в сравнении. С какими-то такими дальними населёнными пунктами, где нет такого количества населения, промышленности и автомобилей. Вот. Мы привыкли, живём в Москве достаточно хорошо, успешно, и, в общем-то, продолжительность жизни у нас здесь достаточно высокая. Вот. И рыба привыкла к этим самым условиям, которые не очень благоприятны, но она привыкла и живёт. То есть Москва-река достаточно рыбная. Не сказала, что там совсем, а всё хорошо. Вот. Плюс ещё есть прессинг, и, к сожалению, люди некоторые забирают рыбу оттуда, ну, как мы их называем, голодающие. То есть обычно, вот мы спиннингисты такой вот относительно новой волны, то есть моё поколение в данном случае не считается, но вот молодёжь, которым там 20-30 лет, вот они уже воспитаны на том, чтобы рыбу отпускать. Дедушки, которые вот не ровесники и постарше, они, наоборот, они привыкли рыбу забирать, когда им говорят, что ну как же, она же ядовитая. Ну, он аргумент, я говорю, 40 лет её ем, и ничего. Ну, то есть они потребляют это даже сами в пищу, не для домашних животных, например? Ну, домашние животные, я тебе честно скажу, что у меня старая кошка, которая была лет 15-20 назад, я её кормил москварецкой рыбой, она привыкла, дожила до своей кошачьей старости до 15 лет, и, в общем-то, было с ней всё хорошо. Но эксперименты на животных – это одно, эксперименты на себе – это другое. И в данном случае, хотя, в принципе, проводились проверки на содержание каких-то там тяжёлых металлов москварецкой рыбы, в основном всё было в пределах нормы, но это не значит, что эта рыба чистая, её можно есть. То есть оно всё равно накапливается, плюс ещё не по всем показателям проводились эти самые измерения, но органолептически даже иногда можно понять, что рыба грязная. То есть она пахнет чем-то там смешанным от стиральной порошка или от бензина, там какая-то такая вот букетная смесь. Поэтому принцип поймал, сфотографировал, отпустил, вот он должен главенствовать на Москве реке и на многих других реках, которые подвержены такому более-менее сильному загрязнению. Хотя сейчас Москва-река стала почище, чем она была лет 15-20 назад. Ну, я даже видела сообщение где-то пару лет назад, что в наших канализационной системе даже завелись раки, которые живут только в очень чистой воде. Вот раки – это миф насчёт чистой воды и раков, потому что раки жили в Москве реке всё время. И вот у меня даже была такая фотка, там 10 лет назад я провожу такое мероприятие, которое я называю «Шабаш». Ну, это чтобы отличаться от турниров, там, чемпионатов и всяких других акций. – Или вы так волшебно ловите? – Нет, ну, там действительно можно посмотреть, там в поисковике набрать, там будет в YouTube или там в аналоге Routube, там будет «Шабаш», допустим, десятилетней давности. И вот там есть фотка, плюс снято ещё на видео, как мы поймали рака вот такого настоящего, это было в декабре месяце, 10 лет назад или 11 лет назад. Ну, и раки достаточно часто попадаются. Плюс ещё такая речка Пихорка, которая лет 20 назад, она была кошмарной. Вот у меня та старая кошка, она ела рыбу из Москвы реки, из Пихорки она не ела. И там были раки. То есть рак – не показатель частоты водоёма. Он точно так же, как и рыба, он адаптируется к загрязнениям. Как, допустим, такая аналогия, может быть, не очень лицеприятная. Те же самые клопы, которые там были постельные лет 20 назад, их там дихофосом потравишь, они все вздохнут. А сейчас приходится вызывать там какую-то спецслужбу с какими-то спецъядами, потому что дихофос, они над ним смеются. Ставим клопов Франции, пускай она сама с ними разбирается. У них с этим проблемы, я слышал. Да. Давайте вернёмся к платным водоёмам. Допустим, для тех людей, которые не являются профессиональными рыбаками, а которые, ну, быть может, раз в полгода или вдруг захотелось семьёй как-то необычно провести свой семейный отдых. Какие водоёмы вы посоветуете, куда стоит ехать начинающему рыболову или тому, кому уже, у которого есть определённый опыт? Ну, здесь, может быть, я не такой большой спец по платным водоёмам, потому что я на них бываю достаточно редко, может быть, там, 2-3 раза в год, потому что я всё-таки при прочих равных предпочитаю ловить дикую рыбу, а там рыба домашняя. Она ведёт себя не совсем так, как в естественной среде, но многие мои товарищи, знакомые, друзья, они на платниках ловят регулярно. Там мотивации, может быть, разные, просто у человека, допустим, нет свободного времени, чтобы поехать куда-нибудь на Акуль или на Волгу. У него есть там 3 часа вечером, он заехал на платник, там, снял зуд. Вот. Другие ловят именно потому, что они не могут поймать на дикой воде, тем более у нас здесь всё запрессовано, дикая вода. И они приезжают на платник, там поймать рыбу проще, ну, при прочих равных условиях. Насчёт того, как там семьёй, детей приучать можно к рыбалке, но есть один тонкий момент, потому что если ребёнок, там, допустим, 6-7, там, 8 лет, ему, да, шуточку он поймает на платнике, легко поймает, то потом, когда он перейдёт на бесплатный водоём, его будет ждать разочарования. Поэтому лучше всё-таки ребёнка приучать к рыбалке на таком относительно трудовом водоёме. По крайней мере, будет ясно, будет от него толк или нет в рыбалке, потому что страсть к рыбалке, она же передаётся не просто так вот от обучения, она передаётся генетически, то есть очень часто это бывает, как рецессивный ген от деда к внуку, от прадеда к внуку, правнуку и так далее. И если у человека есть такая вот генетическая страсть к рыбалке, он будет независимо от того, что он ловит на бесплатном платном водоёме, а если нет, то он половит на платном водоёме, там скажет, ну, я это ловить умею, у меня получается, но мне это неинтересно. И ещё насчёт того, какие платники, я буквально несколько дней назад со съёмочной группой «Диалогов о рыбалке» был на платнике, он называется «Ихтеолог». Это в районе Воскресенска, далековато достаточно от Москвы. Ну, всё равно в предел разумного. В предел разумного, то есть съездить туда на один день по пробкам даже и то можно. Мне понравилось. Там понравилась, во-первых, масса вот этих всяких разных прудов, там по-разному заселённые разной рыбой. В том числе есть пруд, где живёт крупная щука. Эту крупную щуку привозят там чуть ли не с Онежского озера, ну, откуда-то вот от Северов, и там до 15 килограмм, если не больше, вот эти щуки. Ну, единственное, конечно, поймать щуку в платнике крупную – это одно, а тикую щуку поймать – это другое, но возможность поймать её, эту крупную щуку, у вас там есть. Поэтому я вот именно вот этот платный не выдаём, а систему выдаём, которая называется «Ихтеолог». Я думаю, можно там по Яндексе два клика, и вы его найдёте. А в целом, как по вашему мнению, насколько развит рыболовный туризм в России? И, может быть, у вас есть примеры, чем нам ещё поучиться, или предложения, как нам развиться? Да, туризм, но то, что он сейчас развивается, это само собой. Есть определённые моменты, которые нас в школе учили, называется «кризис перепроизводства при капитализме». У нас сейчас вроде как, получается, мы от социализма перешли к капитализму, у нас начало всё развиваться. Вроде как. Так вот, допустим, такой регион, как Астрахань и вообще Нижняя Волга, там всегда это считалось Эльдорадо, но сейчас там понастроено столько рыболовных баз, что такая даже огромная акватория не справляется. То есть туда можно приехать, половить рыбу под своё удовольствие, но это будет, как правило, не крупная рыба. Та же самая щука, она там мелкая, но средняя бывает, крупную там поймать сложно. И толкотня на основных точках. Другое дело, что сейчас развиваются другие регионы, но единственный момент, связанный с масштабной нашей страной, потому что из Москвы куда-то полететь на Дальний Восток, это достаточно всё дорого. Более того, у меня, помнится, лет 10 назад был вариант предложения половить рыбку под Братском, на Братском водохранилище. Я опрометчиво согласился, но они мне ставят такие условия, что вы прилетаете, мы всё остальное обеспечиваем. И где-то вот за две недели я посмотрел, сколько стоят билеты в Братском. Столько же, сколько стоит в Каракас. Я полетел в Каракас. Как вы думаете, какие регионы, если вот в Астрахани возникла такая проблема, могут быть перспективными для развития рыбного туризма? Потому что Астрахань равно рыбе, это уже такой, ну вот прям устоявшийся, хороший стол. А у кого есть ещё шанс побороться? Ну, во-первых, матушка Волга, она большая. Вот средняя Волга, мне, например, нравится гораздо больше, чем вот нижняя Волга, потому что там относительно небольшой прессинг, но он достаточно серьёзный, но такого, что вот в дельте Волги, такого там нет. Волга большая, это водохранилище, самые наши крупные водохранилища, в частности, Куйбышевское водохранилище, оно самое крупное в Европе по площади. Там есть и Волга, и Кама, и масса других участков. Ниже Саратовское водохранилище, там тоже очень хорошо сейчас рыбить, там, допустим, район Сызрани, один из моих любимых на Волге. Там прессинг есть, но он такой щадящий, по крайней мере, пока. Плюс ещё Кама, недостаточно такая освоенная нами река, там тоже интересно. Ну, из относительно ближних регионов я бы выделил север европейский, потому что, допустим, Кольский полуостров, туда достаточно легко добраться, это вроде как близко, но там и лососевая рыба, но лососевая рыба – это отдельный разговор. Но почему-то никто не организует туда туру за крупной щукой, хотя её там много, просто считается, что это в основном сёмга. Ну, раз уж есть сёмга, а смысл щуку ловить, да? Мне, например, более интересно ловить крупную щуку, нежели лососевых рыб. Тут люди все разные, там, кому-то вот сёмгу вот дай, и он будет счастлив, там, допустим, поедет на неделю, поймает две сёмги, он уже доволен. Я сёмгу ловил, но не торкнуло. А вот щука крупная, ну… А что с сёмгой не так? Ну, на мой взгляд, чисто идеологически, то есть её там, грубо говоря, если она там стоит, там, под перекатом, кто первый бросил туда, тот и поймал, если она вообще склонна клевать. Там, конечно, самый такой интересный – это драйв на вываживание, когда она садится и начинает делать всё, что хочет, там, на течение уходит в перекат или ещё куда-то там, да. Но для меня главное – соблазнить рыбаную поклёвку. То, что вываживание имеет какое-то значение, но… Кстати, вываживание. Если вы в Ютьюбе набьёте такие слова «Кузьминская монстра», «Кузьминская монстра» в поисковике, вы получите ссылку на пикока, которого я поймал на чемпионате мира в Венесуэле. Там видно, как на вываживании всё, что было. Это буквально там 6 минут, но рекомендую посмотреть. А что касается щуки, то её нужно ещё соблазнить. Вот сейчас появились разные технические устройства, которые позволяют вот эту крупную рыбу, там, щуку, судака, видеть на экране, как она подходит к приманке или не подходит. Иногда видно, что вот она есть, но на приманку не реагирует. Или реагирует так, она за ней немножко пошла и остановилась. Не считаете ли вы такие устройства жульничеством? Это же отход от традиций. Здесь двойственный такой вариант мнения. У меня первый вариант, что прогресс остановить невозможно. В своё время, когда стали появляться навигаторы и эхолоты, к ним было тоже такое отношение очень отрицательное со стороны многих рыболовов. Когда стали появляться вот эти более совершенные устройства, в частности, те, которые позволяют отслеживать проводку приманки непосредственно на экране и поклёвку рыбы, или не поклёвку, а сопровождение, так называемые паноптиксы и прочее, есть опасение, что когда эти устройства попадут в руки людей, которые основной целью ставят набить мешок рыбой, то это будет очень плохо. Я в какой-то степени это мнение разделяю, но, с другой стороны, я не думаю, что можно этому что-то противопоставить. Нужно просто надеяться, что у людей будет какой-то вот сдерживающий фактор. Хотя широкая русская душа, она иногда такого фактора не имеет. И всё-таки про наш туризм, его развитие. Вот смотрите, сейчас ещё немножечко про Астрахань, потому что это всё-таки очень такой важный для нашего туризма. Я хотя бы Астрахань поругиваю, но я туда два раза в год. А что, по вашему мнению, можно сделать, чтобы изменить ситуацию? Не в плане выгнать людей, может быть, обязать какие-то вот эти вот рыболовные базы больше рыбу выпускать или каким-то образом заботиться о ней лучше? В Астрахани я не думаю, что кто-то рыбу там выпускает. А может быть, пора, если она уже стала такой маленькой? Нет, там интересная ситуация была. Я знаком был с владельцем одной из баз, который в своё время там практиковался троллинг, способ, который был запрещен в Советском Союзе. Потом его разрешили, потом по требованию губернатора, тогда был Жилкин Александр Александрович, запретили. Но потом базы оспорили это решение, потому что есть примат федерального закона над региональным, а федеральный закон разрешал. И троллинг – это метод истребления рыбы, который запрещен во многих странах, в пресной воде. У нас это было разрешено. Так вот, для того, чтобы не отвалить клиентов от посещения рыболовных баз, когда садится такой дядя Вася, нулёвый, полностью не имеющий возможности и способности ловить, его егерь сажал в лодку и запускал за лодкой воблер с несколькими тройниками большими перед ним. То есть рыба багрилась элементарно. То есть это косой, как в поле выйти, и сразу же нет у тебя… Это более того, это 256-я статья Уголовного кодекса, если называть ее своими именами. Но это всё потакалось, потому что если человек не поймает рыбу, не сфотографируется, то в следующий раз он не приедет. Потом те же самые люди, которые это поощряли, они поняли, что они рубят сук, на котором сидят. Они стали это потихонечку запрещать. И, в общем-то, сейчас с браконьерством там стало чуть-чуть полегче. Но всё равно многие багрят, и это всё попадает там в кадр. Я сам бывал несколько раз в Дельте-Волге, этим занимаются, и тоже егеря некоторые это поощряют. Вот если разобраться с такими вещами, но, с другой стороны, это снизит определённым образом поток туристов в ту же самую Астрахань. Ну, может быть, есть какое-то серединное решение, чтобы ограничить, может быть, это каким-то образом. Но при этом сохранить туристов, чтобы дядя Вася всё-таки рыбку поймал, но не таким негуманным способом. Это зависит от того, насколько там квалифицированы егеря на той же самой базе. Ведь егеря в Астрахани, они, многие из них, грубо говоря, бывшие браконьеры. То есть он когда-то ловил там сеткой, его потом позвали работать на базу. А там проблема в том, что в Астраханской губернии там тяжело сработать. Тот же самый Жилкин, он не решил вопрос, он, как он сам говорил, будучи губернатором, он там придавил икорную мафию. Ну, просто, я думаю, совпало, что лосось, осетровые рыбы там стали в гораздо меньшем количестве водиться, поэтому икорная мафия немножко притухла. Но суть в том, что он мне, я с ним беседовал с глазу на глаз, он сказал, что основная проблема – это то, что людям приближенных сел трудно найти работу. Поэтому они устраивались егерями, но по уровню квалификации там народ был очень разный. Вот те базы, на которых работают реально профессиональные егеря, там можно даже такому нулевому клиенту обеспечить нормальную рыбалку. В этом вся проблема кадровая. Как вы думаете, какие примеры рыболовного туризма за рубежом могли бы мы перенять при условии нашего менталитета? Ну, вот есть интересная страна Ирландия. Кстати, там нас очень любят, потому что мы вместе дружим против Англии. Ну, это ирландцев любимая больная идея. Мы с товарищем заходим в местный паб, там ханурики местные сидят такие, на нас смотрят. Polish? No. Lithuanian? No. Russian? О-о-о, всё, с вами. Но суть в том, что как бы эта страна такая интересная не только своими пабами, но и рыбалкой. Это считается одна из таких основных стран рыболовного туризма Европы. Туда со всей континентальной Европой ездят, там огромное количество крупной щуки. Принцип поймал-отпустил. Если вот на наших базах всё-таки это всё воспроизвести, плюс ещё база, как на Волге, можно крупную щуку поймать. Вот если, допустим, смотреть за системой профессиональных соревнований, системой PAL, тем более сейчас по каналу, рваловного канала «Диалоги рыбалки» идёт трансляция прямая, и в записи там можно просто посмотреть, какую рыбу реально ловят спортсмены-профессионалы. Ловят хорошую рыбу, щуку там за 10 килограмм, это далеко не исключение. Вот, и можно у нас организовать такую базу, куда поедут люди, которые будут стремиться ловить трофейную щуку. Как это делается, можно на том же самом телеэкране посмотреть в репортажах системы соревнований PAL. И не только PAL, сейчас их несколько появилось, таких альтернативных. Суть в том, что Волгой мы не ограничиваемся. Вот если создать какую-то базу на севере европейской части, где тоже много крупной щуки, это было бы очень интересно. Но самое главное, что это всё не обязательно куда-то очень далеко, на ту же самую Чукотку, где там действительно крокодилы ловятся, но туда слишком… Ну понятно, там Владивосток… Телушка-полушка, рубль-перевоз. Наш Дальний Восток очень славится и морепродуктами, и рыбой, но, к сожалению… Даже не Дальний Восток, это вот район Чукотки, потому что туда мои товарищи ездили, там, говорят, чука на 6 килограмм, она за рыбу не считается. Вот реально там ловятся вот эти самые крокодилы. Молишня, да. Да, да, да. Таким образом можно организовать что-то гораздо ближе, там в Архангельской области, допустим, где-то там. Надо только, чтобы было какое-то желание и определённые на начальном этапе финансовые возможности. А так всё будет. Кстати, может быть, задам такой глупый вопрос для рыболовов, но это то, о чём я много раз слышала. Были же вопросы у экологического сообщества по поводу системы «поймал-отпустил». Вроде как, так как у рыбы всё равно имеются повреждения, и, соответственно, такая рыба менее выживает в водоёме, чем рыба, которую не трогали. Вот как вы относитесь к этому тезиску? Есть доля определённая истинная, но я могу привести пример. Я одну щуку ловил три раза на маленькой речке. Она была очень узнаваемая, потому что у неё был искривлённый брюшной плавник. Я её ловил в одном и том же месте, там плюс-минус 50 метров, отпускал и опять ловил. Это было в течение двух недель. История такая, что есть рыбы, которые очень лояльно относятся, то есть переносят все эти повреждения, связанные с крючком и всем остальным. Её ловишь, аккуратно снимаешь, и с вероятностью 99% она будет жить. Другое дело, что какая-то нежная рыба, типа той же форели, с ней надо очень аккуратно, потому что её даже иногда берёшь рукой, и она испытывает термический ожог, потому что у неё температура там условно 5 градусов тепла, у тебя рука не 36,6, но градусов там 25, там точно есть. И вот эта разница температур, она влияет. Поэтому нужно всё-таки соблюдать какие-то условия, либо мочить руку перед этим, либо ещё как-то, либо там вот что-то такое делать. То есть вопрос, в принципе, подлежит рассмотрению. На некоторых соревнованиях, вот тот же самый ПАЛ, там зачёт идёт строго по живой рыбе. Рыба там, правда, считается живой, если она подаёт какие-то признаки жизни, то, что с ней будет потом. Но я так думаю, что погибает в пределах 10%, причём сильно в пределах, там может быть 5, может быть 4%. Но по-любому это даёт ей шанс. Когда вы рыбу забираете, это, естественно, шансов ей не даёт. Или когда, допустим, подводный охотник её стреляет, тоже шансов у неё ноль. Поэтому принцип «поймал-отпустил» при всех оговорках он правильный принцип. Ну и тем более природа всё равно, даже ту рыбу, которая составляет небольшой процент, она употребит нужное… Ну, как говорил мой товарищ на Кипре, грек местный, говорит, и на учениях бывают потери. То есть даже вот когда вы делаете всё по принципу «поймал-отпустил», всё-таки есть какой-то процент погибшей рыбы. К этому надо просто привыкнуть и принимать как должное. Если вернуться к семейному отдыху, куда бы вы посоветовали поехать людям, которые, ну, не знакомы с рыбалкой, но, может быть, хотели вот так неожиданно разнообразить свой отдых, не только в Сочи лежать на пляже, но и, может быть, половить? Существует много баз таких рыболовно-туристических или больше туристических на той же Волге. Что интересно, допустим, в прошлом или позапрошлом году, ну, короче, когда вот нам слегка прикрыли за границу, там Европу, там Турция даже в том числе был момент, когда туда не очень спускали рыболовные такие вот полурыболовные базы на Волге, они были переполнены. И, в общем-то, народ не жалел, что они туда приехали. Тут такая пастераль, рядом птички, рыбки, там можно было где-то там искупаться. Я вот сам был на рыболовной базе в селе Бурмино, так знаменитый такой населенный пункт на Чебоксарском водохранилище, 150 километров ниже Нижнего Новгорода. И там в этом селе этих баз, наверное, штук шесть. И вот половина личного состава, кто там отдыхал, это были люди к рыбалке, имеющие минимальные отношения. То есть они удочкой там с детьми ловили с берега. Но им это, в общем-то, нравилось ничуть не меньше, чем та же самая Турция или Египет. Так что вот обычные такие туристические рыболовные базы в нашей стране, их достаточно много, и, пожалуйста, там можно хорошо провести время. Давайте перейдем к соревнованиям. Вы у нас призер международных рыболовных соревнований, такой именитый в этом спорте. Это можно назвать спортом? Это спорт еще какой. В этом спорте человек. Как Вы думаете, какими качествами нужно обладать, чтобы вообще начать соревноваться? Ну, во-первых, большинству мужчин свойственно стремление быть первым. Поэтому люди приходят в тот же рыболовный спорт для того, чтобы обловить соперников не просто так на рыбалке, а на каком-то официальном соревновании, где есть четкие правила, четкие критерии, что где как и какая рыба идет в зачет. Это в основном амбиции. Амбиции, причем они достаточно хорошо влияют на то, что человек начинает ловить рыбу на более высоком уровне, когда он участвует в спортивных соревнованиях, потому что он не просто отдыхает, он работает на результат. В спорт приходят все в разном возрасте. Сейчас, конечно, очень много молодежи, откровенной такой, начиная с 13-14 лет, начинают участвовать. Даже вот те матерые… Движения развиваются, получается. Да. Даже матерые теперешние рыболовы-спортсмены, допустим, Денис Вихров, Андрей Петерцов, можно массу других имен назвать, которым сейчас уже где-то 35-40 лет почти, вот они начинали вот с молодежных этих турниров, с юношеских, с детских, и, в общем-то, поднимались, 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 и стали в итоге чемпионами мира многие неоднократные. Можно, в принципе, попасть в рыболовный спорт и несколько позже. Допустим, я стал чемпионом мира, мне было уже так, ну, сильно за 40. Вот. То есть там как бы требуется, с одной стороны, физическая какая-то активность, потому что это тоже изматывает, но это не бегать там на длинные дистанции там и не боксом заниматься. Да. Вот. Нагрузка физическая серьёзная, тем более бывают иногда такие условия, когда, независимо от погоды, как говорят, матч состоится в любую погоду, но если матч футбольный, он длится там 90 минут, то тут у вас соревнования длятся 8 часов. И это может быть дождь проливной, может быть жарище 40 градусов, нужно терпеть и при этом физически работать. Вот. Плюс ещё всё-таки сейчас соревнования освещаются в средствах массовой информации, интернет, плюс на телевидении там масса других моментов там можно заметить. Допустим, те же самые соревнования системы ПАЛ, они идут в режиме реального времени, там реальная картинка, и видно, на что и как ловят ведущие спортсмены. То есть там не скажешь, что я поймал на приманку А, хотя ловил на приманку Б. Видно, что ты приманку А поставил, ты на неё ловишь и ты на неё поймал. Это как бы реклама соответствующей приманки появляется у вас на глазах. Плюс ещё вы реально видите действие, ту технику, которую исповедуют спортсмены. То есть это как и обучающая получается программа. Да, да. Вот почему цены такие моменты, как прямой эфир с рыбалки. Это существует у нас уже несколько лет, и многие на этом выросли. Подросли, по крайней мере, в своих знаниях и пониманиях рыбалки. Другое дело, надо понимать, что профессиональные соревнования – это профессиональные соревнования. У людей такая техника, оборудование. Весь этот катер с этим фаршем стоит под десяток миллионов рублей. В общем, если вы хотите быть профессиональным рыболовом, который участвует в соревнованиях, это не значит, что вы… В общем, той рыбы вы не окупите, даже если не будете её выпускать. Здесь никто не ставит целью окупать вот эту всю технику рыбой. Но просто здесь, если человек профессиональный, то он либо имеет какие-то свои доходы, допустим, с участием в продвижении каких-то снастей, с собственных линейок, приманок, удилищ. Тот же самый Андрей Петерцов, он имеет отношение к производству приманок и всяких разных вещей. Они пользуются успехом и, соответственно, приведутся доход. Добросовестную рекламу никто не отменял. Вот сейчас, как на ваш взгляд, чем отличаются наши отечественные соревнования от иностранных? Может быть, вы увидите какую-то разницу между ними? Ну, я начну немножко издалека. В 2005 году я попал в Хорватию. Причём я приехал туда чисто так, списавшись с одним местным рыбачком, половить такую рыбу, как бас, которого у нас нет, а в Хорватии он есть. Я приехал, и пока он меня вёз из аэропорта в город, обмолвился, что завтра у нас соревнования. Я говорю, стоп, можно поучаствовать? Да, можно поучаствовать? Я сказал, можно, там, сколько-то, какой-то стартовый взнос, платишь мне очень большой и участвуешь. Так вот, в первый день соревнований я поймал двух басов. Я одного поймал побольше, он был зафиксирован судьёй и уплыл благополучно. У второго у меня крючок попал в жабры. Там было море крови, и у меня этот бас умер. И мне его вес вместо того, чтобы зачесть со знаком «плюс», зачли со знаком «минус». То есть 700 грамм я не прибавил к первому басу, а у меня вычли из него 700 грамм. И я понял, что это, причём судья говорит, это случайность, но таковы правила. Первое, что я сделал, вернувшись в Москву, я провёл турнир «Московский окунь» по принципу «живая рыба». То есть каждый пойманный окунь, он фиксировался судьёй и отпускался. Вот с тех пор у нас начали проводить соревнования по спиннингу по «живой рыбе». И сейчас считается дурным тоном, если соревнования по спиннингу идут по мёртвой рыбе. В данном случае мы научились этому в Европе, и это пошло на пользу. Но на самом деле, если брать тот же турнир «Пал», то он организован так, как в Европе не организован ни один турнир. Здесь высочайший уровень, вот эти все прямые эфиры, вот эти все беседы с ведущими спортсменами. Единственный турнир, который сопоставим, это так называемый басмастер в Соединённых Штатах. Но у них там свои условия, своя рыба отличается от нашей. То есть у нас сейчас рыболовный спорт на подъёме, плюс ещё мы неоднократно выигрывали разные чемпионаты по спиннингу, будь то по спиннингу с берега, с лодок. Единственный момент, что когда чемпионат был у нас здесь, на водохранилище в Дубне, мы заняли третье место, это было обидно, потому что на своей воде надо было занимать первое, но тем не менее призы вошли, и уже хорошо. То есть мы сейчас в рыболовном спорте представляем собой достаточно серьёзную силу. Другое дело, что сейчас мы от спорта международного немножко отрезаны, но я думаю, что это временное явление. Вот как раз хотела следующим вопросом задать, потому что действительно мы наблюдаем, как во многих видах спорта, ну практически во всех, наверное, кроме ММА, что наших спортсменов пытаются отстранить от различных спортивных мероприятий. Как это на рыболовстве сказалось ли вообще, и как относятся к нашим спортсменам, им, соответственно, приезжают ли к нам иностранцы на наши соревнования? Ну, сейчас, если, ну, собственно, и раньше на тот же самый ПАЛ приезжали там, ну, допустим, человек из Казахстана, там, из Эстонии приедет. Вот, выступали и те, и другие, и, в общем-то, выступали достаточно хорошо, но такого, чтобы было какое-то паломничество на наши рыболовные соревнования внутренние, такого не было. И внутренние соревнования, как они были, без иностранцев так они остались, и уровень, в общем-то, не упал. Другое дело, что то, что мы сейчас не можем поехать в ту же Европу или еще куда, это, конечно, большой минус, но с этим надо просто смириться, и в отличие, допустим, от тех же самых каких-нибудь лыжников, биатлонистов, между собой соревноваться, это у них тоже как-то получается, но у нас это получается лучше. Потому что, я говорю, наши чемпионаты серьезного уровня, они ничуть не уступают к европейским чемпионатам, которые проводят те же самые чемпионаты мира. Другое дело, что у нас рыба немножко другая, но это уже другой разговор. Про соревнования такой вопрос. Я так понимаю, что рыбаки выступают в командах в том числе. Как подобрать себе команду? Или ее случайным образом сформировывают? Ну, первые опыты участия нашей команды в чемпионатах мира, это был самый первый опыт, 2002 год, чемпионат мира по форели с берега. Команды подбирались по рейтингу, так называемый, то есть брался какой-то там пакет соревнований, в которых принимали участие, каждый человек, который участвовал, получал там свои какие-то баллы за занятые места. И подобралась команда несовместимая. То есть туда попал я, туда попали люди, которые со мной были злые конкуренты, и с ними было делать особо нечего. Мы заняли в итоге неожиданно достаточно высокое место, пятое, но среди 11 команд. Но это было неправильно. По рейтингу команды не подбираются. Здесь подбираются команды, на мой взгляд, по тренерскому принципу. То есть тренер должен брать на себя ответственность, сказать, что вот ты, ты и ты, вы в команде, вы остальные подождите, потому что команда должна быть именно совместимая. Но это мое личное мнение. Ну, а принципы отбора, они бывают разные, но, как правило, отбираются сейчас более-менее нормальные, сильные люди, которые могут рассчитывать на самые высокие места. Тот первый опыт, он был негативный, но это был самый ранний опыт, это было 20 лет назад. Порядочно. Уже прошло с того момента. А сколько вы уже вместе со своей командой? Или она все равно изменяется от соревнований? Команды по-разному. Тут есть, во-первых, клубные соревнования. Я в свое время на чемпионате России выступал за команду «Спартак». Вот самое интересное, это было в тот момент, когда «Спартак футбольный» под руководством Валерия Карпина, у него кончилось разрешение на использование товарного знака «Спартак». Вы были главным «Спартаком» России? Нет, ну, просто была какая-то женская баскетбольная команда, которая называлась «Спартак», они вынуждены были сменить название. Карпин как-то нашел с ними общий язык. Ну, а просто получилось так, что в Международном обществе «Спартак» зам председателя был Виктор Галин, мой хороший знакомый. Поэтому у меня было право на использовании командного знака «Спартак». Мы, правда, на том чемпионате России выступили не очень удачно, но сам факт, что когда мы приехали, там эту печать «Спартака» просматривали на свет, настоящая ли она. Но на самом деле существует там достаточно большое количество рыболовных клубов, которые выставляют команды. Но вот из таких более-менее известных, таких вот общий спортивных, скажем, это «Спартак» и «Крылья Советов». Больше таких клубов нет. Все остальные чисто рыболовные. И у нас есть пока чуть-чуть времени. Пара вопросов от читателей поступила. Я сейчас зачитаю. Есть ли какие-то меры безопасности по ловле рыбы для рыболова? Ну, допустим, у меня была книжка такая «Зимний спиннинг», которую можно найти в интернете, выложенный. Там есть целый раздел, посвященный безопасности. Тем более «Зимний спиннинг» – это такая достаточно экстремальная часть рыболовного всего этого нашего. Наши сотрудники ГИМС все время об этом предупреждают. Нет, они предупреждают тех, кто ловит со льда, так называемых пингвинов. Мы ловим по открытой воде. Но ничто не мешает свалиться в эту самую воду, и мало не покажется. Там масса вариантов обморожения, там всего такого. Плюс там, ну, если хотите, можете найти там «Кузьмин», «Зимний спиннинг» в интернете. Через два клика вы это все найдете и прочитаете тот же самый отдел. Вот что еще часто бывает. Ну, бывает там, допустим, укусы насекомых. Там очень часто на рыбалке стоишь, там одного моего товарища два раза шершень долбанул голову, а он аллергик. Он сел за руль машины, у него антигистамина не было. Пока он доехал до деревни, он чуть не потерял сознание, но в конце концов доехал. Здесь, в общем-то, рекомендации все такие, достаточно стандартные. Плюс еще там, допустим, есть такая фраза «сходить в гости к бобру». То есть ты идешь по берегу малой речки, и вдруг проваливаешься по поясу, или одна нога проваливается, тут можно сломать ногу. А это уже в гостях. В гостях. Просто у него такие норы, которые сверху вроде прикрыты, но наступаешь и проваливаешься. Ну что говорить, вот я сейчас полтора месяца, как у меня была операция на ахиллом сухожилии. На рыбалке просто оступился и порвал сухожилие. И вот я сейчас схожу с некоторым трудом, и адаптация еще продлится месяца два, наверное. Ну, в общем-то, самое главное, что соблюдайте такие элементарные правила, которые одинаковы там для спортсменов разных видов, и все у вас будет хорошо. И еще, наверное, нельзя рыбачить под лэп? Ну, это тоже такой, под лэп можно рыбачить, если там она на высоте 40 метров. А когда у вас удочка там 4 метра, а межколхозные провода проходят на высоте 3 метра, то это чревато. Я помню, на пихорке поставили большой аншлаг, что нельзя рыбачить. Только после того, как человек реально пострадал, удочкой задев за провода. Да, ну, к сожалению, такие случаи бывают. Бывают, увы. Да. А какие особенности ловли рыбы именно осенью и в преддверии зимы? Ну, если говорить о хищнике, то есть понятие такой осенний жор, такое растянутое понятие. Допустим, рыба карповых пород, голавль, жерех, ясь, они активизируются в нашей средней полосе, это с конца августа и весь сентябрь, потом они немножко идут на спад. Рыба не карповых пород, это окунь, щука, судак. Ну, у судака это чуть позже, у щуки чуть раньше. Соответственно, у них просто проявляется больше активность, нежели летом. Более того, у щуки бывает так называемый предлезоставный жор. То есть вот ноябрь месяц, допустим, в среднем это бывает, но вот как сейчас у нас где-то числа там 8, 9, 10, стоит плюсовая температура, потом вдруг вы видите по прогнозу, там через 3 дня будет минус 5. И вот эти все жабовники так называемые, которые мелководные, которые быстро покрываются льдом, вот если успеть за день, за два до образования льда, то можно нарваться на хороший очень клёв щуки. Это, скажем так, не стопроцентная гарантия, потому что вот такого резкого наступления температур ниже нуля, они бывают далеко не каждый год, и как вот в этом году будет, мы пока не знаем, пока у нас плюс рисуют всю следующую неделю. Но если вдруг это всё произойдёт, то постарайтесь выбраться на щучий такой водоём именно за день, за два до образования льда. И непонятно, почему это происходит, но щука иногда звереет. Там, где, допустим, вы ловили за день в среднем 1-2, то вы ловите 10. Это надо иметь в виду, именно предледоставный жор. А чем-то, может быть, особым её нужно приманивать в такое время года? Ну, по опыту, я, допустим, своих синичек, которые у меня любят тусоваться на моём балконе, кормлю летом одним зерном, а вот зимой уже будем сальца класть и так далее. Вот с рыбой это работает? Здесь приманки для тёплой воды, для холодной воды, они немножко отличаются. Допустим, для тёплой воды там ловят на вертушку, а на холодное время года тогда лучше запасаться воблерами или джигами приманками. В принципе, если щука, допустим, на мелкой воде, её можно поймать на ту же вертушку, но это все, кто ловит рыбу достаточно долго, они понимают, что вот есть приманки летние, есть приманки, грубо говоря, полузимние. Вот те, которые ближе к зиме, вот этот джиг, так называемый, и воблеры-мины, которые проводятся с остановками. Такой очень милый вопрос. Что делать для того, чтобы рыбы в водоёмах было больше? Ну, во-первых, поймал-отпустил. Во-вторых, всячески убеждать других этому принципу следует, потому что, допустим, на Москве-реке мы видим сначала человека, который ловит в пакет, его так это слегка за это поругаем, пожурим, вот хотя вроде как он правила не нарушает, но смотришь, там через год того же самого человека он начинает отпускать. Таких случаев очень много. Ну и плюс ещё не забывать звонить куда надо, когда в виде явной браконьерства. Потому что не всегда, но иногда милиция приезжает, полиция и принимает их за милую душу. А, кстати, браконьеров у нас в стране, в принципе, как вы считаете, это незаконное движение, оно увеличивается в каком-то статическом положении? Ну, есть какое-то динамическое равновесие, то есть кто-то приходит, кто-то уходит. Ну, в своё время кто-то из моих знакомых сказал такую циничную, но гениальную фразу. Что мужское население астраханских сёл вдоль речек расположенных, оно или сидело, или сидит, или будет сидеть. То есть там нет работы, и кроме как браконьере, тем нечем заняться. Но это, правда, было, может быть, лет 10-12 назад, сейчас, может быть, стало чуть лучше, я не знаю. Но в этом есть определённая сермерная правда. Ну, в общем и целом, браконьерство сейчас, ну, сейчас, правда, по-другому стали к нему относиться. И я звоню, когда я вижу что-то, что происходит, и многие стали звонить, потому что когда вы видите, когда явно там кто-то занимается багрением или ставит сетки, и это происходит в том месте, куда достаточно легко добраться, там, дежурного какому-то полицейскому патрулю, то, ну, плюс ещё сами полицейские стали относиться к этому достаточно предметно, потому что раньше они считали, что это больше дело Рыбинспекции. Теперь, если рядовой сержант заметит там откровенные такие какие-то действия браконьерского характера, он примет меру. Ну, и напоследок, дайте пару советов для рыболюбителей, рыболовов, как провести грядущие холода. Ну, я как человек, имеющий шкурный интерес в области спиннинга, я говорю, что старайтесь использовать по максимуму вот ту погоду, которая сейчас у нас стоит, в частности, плюсовая температура, те водоёмы, которые в это время иногда бывают уже покрыты льдом, они ещё будут, ну, минимум дней 10 открыты, ловите активно, ловите продуктивно, плюс ещё потом будет у нас период зимнего спиннинга, это я всё описал в своей книжке «Зимний спиннинг», которая, опять же, есть в интернете, можете почитать, она, правда, написана лет 20 назад, но основные моменты, они актуальны. Ну, кто ловит со льда, тому желаю успехов, но, опять же, не рискуйте, лёд — это такая субстанция коварная, лучше берегите себя. Спасибо большое, что были с нами. Я напомню, у нас в студии был чемпион мира по ловле рыбы спиннингист Константин Кузьмин. Константин, спасибо большое. Спасибо всем за внимание. А с вами была я, корреспондент московского комсомольца Екатерина Степанова. Напоминаю, что все наши эфиры вы можете посмотреть в наших соцсетях и не стесняйтесь задавать вопросы под ними, потому что мы всегда на них стараемся отвечать. Хорошего вам дня!